Вы слушаете радио Болткома. В первой части нашей программы мы поговорим о топливе, поговорим о энергетическом кризисе, который нас действительно так всех, наверное, в Латвии немного напрягает и пугает. И о том, насколько возможен сейчас отказ от российской нефти, насколько это может отразиться на ценах. Понятно, что это не только на топливе, но и повлечет за собой сразу же и рост цен. Всю цепочку цен. И сегодня в нашей студии руководитель ассоциации торговцев топливом О.Ерс Корчевский. Здравствуйте. Добрый день. Итак, в стране был объявлен энергетический кризис. Сначала Министерство экономики заявляло, что нет необходимости, иначе это создаст ненужный ажиотаж в обществе, то есть какую-то панику. Но все-таки правительство решило объявить энергетический кризис. Что это означает? Это создание резервных резервов топлива? Нет, это означает то, что те резервы, которые хранятся для потребления в Латвии в объеме 90 дней, они технически готовятся к использованию. Для этого нужно примерно технически две недели. Тут предупреждение те, которые хранят резервы, значит 82% находится в Латвии и остальная часть в Швеции. То есть, чтобы подготовиться, надо было этот акт сделать, чтобы начинать процесс. Потому что, как мы понимаем, в любой час что-то может случиться. То есть такая подушка безопасности. Но без топлива мы не останемся, раз у нас есть резерв. Ну, значит, это 90 дней. Хочу сказать, что на данный момент у нас все идет в поставке по плану. Топливо хватает и на заправках, и те, которые пользуются на своих местных хранилищах. Все у нас по плану. Никакого дефицита нет. Но такое решение было объявлено из-за всей нестабильной ситуации на рынке? Да, я говорю, во-первых, технически, потому что мы не знаем, когда вступит в силу шестой пакет. Это означает эмбарго полностью нефти. Сейчас отдельные страны отказались от импорта нефти. Это Россия, это Швеция, Финляндия, Польша, Литва. Но мы соответствующие, потому что мы употребляем эти топлива из этих стран. Так что, да, я думаю, что это было своевременно, это нужно быть. Нам надо помнить, что вообще замена будет идти до конца года, потому что Европа 30% из потребляемой нефти импортировала из России. То есть, это нужно как-то замещать, и это замещение идёт. То есть, нужно время, да? Да, нужно время, да. Перестроиться. А какие есть варианты, кстати? Вариантов достаточно. То есть, эти 30% уже замещаются. Я думаю, что уже в Германии половину заместила, как, ну, огромный потребитель. Так что, я думаю, что до конца года это уже случится в любом случае. Вопрос только в том, не случится ли это раньше. Скажите, вот из-за вот этих санкций Россия ведь сокращает набычу нефти. И, в принципе, специалисты всегда говорят о том, что это не просто, ну, вот, как пробку в бутылку воткнуть и заткнуть бутылку. Что это необычайно сложный процесс, который действительно может очень... Ну, консервация этих скважин, это тоже трудоёмкая. И затем их обратно вернуть в строй, это не дело какого-то одного щелчка, когда вытащил пробку из бутылки и снова можешь наливать. Да, то, что сейчас на рынке и происходит, кстати. Полностью согласен. Если у России и 10% мировой добычи, что мы-то, значит, 10% это, конечно, не критически, но отдельным регионам это очень важно, как нам, например. Но процесс пошёл, там уже никуда надо этот... там пробку надо ставить, и, наверное, Венеции, Иран, эти будут те страны, откуда мы, главным образом, будем исчерпать эти тонны и баррели нефти. А им это выгодно, да? То есть, вот это наращивание производства нефти странам ОПЕК... ОПЕК как раз, значит, тормозит это всё дело, значит, ОПЕК мог бы быстро, значит, мы говорим, что в Европу 3 миллиона баррелей в день от России, ОПЕК только, значит, ОПЕК говорит, что он... не говорит, а так, ей решение только увеличить на 400 тысяч, не на 3, и самый главный противник – это Саудовская Аравия, которая сопротивляется увеличить объёмы ОПЕК. А, почему? А там есть... между ними ещё есть разные... конечно, они хотят, чтобы цена была высокая, чтобы меньше добывая, и можно бы больше получить. Им очень нравится такая цена, она сейчас, скажем, 108 долларов за баррель, это очень им приятная цена, и они не хотят, чтобы было, как в прошлом году, 70. Но, послушайте, если Россия сократит на 17% свою добычу, всё равно... 10. 10, да, вот вчера была информация 17, ну, да, окей. Значит, есть российская добыча, но всё же идёт, значит, в Европу, есть внутреннее потребление, есть восточный рынок, который идёт в Китай, так что, конечно, 17 в общем, да, я согласен, да. Но это означает, что кому-то придётся заместить это количество, значит, всё равно придётся наращивать добычу, как бы не хотела Саудовская Аравия, и, опять же, это приведёт к росту цен? Мне кажется, что эти, примерно в этом году будет эти плюс-минус 100 долларов за баррель. То есть, такие большие, как было в марте, когда был 130, когда было неясно, когда всё это произойдёт, я думаю, что около 100 плюс-минус будет держаться весь год. — Два года назад была нулевая цена, вот сейчас пришло, как-то на ум вспомнилось, что фактически отрицательная цена была нефти, когда начался кризис. — Я полностью согласен, была нулевая и минусовая цена, но это из того, что потребление упало так, что некуда было девать не только нефть, но самое главное, уже произведённые продукты. — Авиационное топливо, дизельное топливо, всё было наполнено, из-за того было уже минусовая. Но я, понимая рынок, скажу так, что вообще кризис начался уже в 2019 году осенью, и этот ковид его как-то изменил, и он, когда от ковида мы немножко-немножко в мире начали выздоравливать, тогда уже вот этот кризис прошлой осенью, и он главным образом, значит, не был на нефть, а был на газ. И газ, как в 73-м году нефть на 300% вырос, так вырос газ на 5-6 раз. Вот просто этот фокус сместился на нефть, мы как говорим про нефть, потому что мы каждый употребляем, видим на заправке цену, газ мы так не видим, раз в месяц мы только увидели, какой счёт натопления. Но вообще это самое страшное, что газ – это то, что очень-очень будет влиять на наши расходы, потому что, если брать по энергетике, в Латвии, наверное, и в других странах также одинаковый объём энергии из газа и, значит, автомобильного топлива. То есть, если там вторая наша половина энергетика выросла в разы, то то, что мы будем чувствовать, это вот начиная с осенью, потому что мы в этот год прожили ещё, скажем, старыми запасами, старыми ценами зафиксированными. Так что, я думаю, что осенью мы сейчас, вы будете не меня приглашать, а вы будете приглашать те, которые вам будут рассказать о природном газе. То есть, такой пессимистичный достаточно прогноз выглядит. Видите, в 1973 году, когда был этот, который аналогичный кризис по нефти, конечно, изменилась полностью автомобильная индустрия. То есть, эти сотрясения по энергетике, они будут давать толчок вообще замены чего-то. Ну, взаимосвязанные цены между собой, да? Газ, нефть. Раньше было связано, раньше просто было связано, газ, конечно, был, но сейчас эти разы, это ничем не связано. Но как вы считаете, вот этот зелёный курс, который взяла Европа, замена, отказ от дизельного топлива и больше распространения электромобилей, и в том числе биодобавки, которые добавлялись в топливо, вот он насколько сейчас будет восприниматься позитивно, потому что уже говорят о возможном отказе от биодобавок. Польза выращивания на этих землях под, скажем, продовольствием? Тут несколько вопросов. Значит, в мире, в Европе ищут замену нефтяной энергии, ищут. Одна из таких сейчас перспектив – это заместить это электромобилями. Замещение в чём проблема? Проблема, конечно, в аккумуляторах, конечно, в литии и так далее, но самое главное – откуда взять энергию? Потому что электричество Европы производится главным образом из природного газа. А природный газ мы импортируем из России. Россия имеет в перспективе самые большие запасы газа, и всё вообще фоксировалось на том, что мы будем производить электричество из природного газа, плюс вторую большую часть из угля, и будем ездить на электромобиле. Сейчас, кажется, что это не получится. Так что не знаю, куда, но мне нет вариантов. В каком направлении двигаемся? Дальше. Есть у нас двигатели, которые у нас минуты не в сгорании, которые что-то можно заместить, каких-то процентов биотопливами первого поколения, второго, уже неважно. Но что мы замещаем и сейчас замещаем? Но, наверное, будет изменение из того, что биотопливо, как дизельное топливо, главным образом производится из рапсового, которое масло. Вторая большая часть – это масло из пальм. И интересно, что Индинезия позавчера сказала, что она не будет уже никуда посылать. То есть эти биотопливы будут, как Еврокомиссия, наверное, будут думать, что же с этим делать. То есть эти возобновляемые, в общем-то, ну, топливо, оно тоже… Оно из серия продовольствия. Да. Ну, а вот Домбровский комиссар европейский предложил, что на время, может быть, стоит отказаться от… Да, он когда был в Риге на прошлой неделе, он так и сказал, ну, он сказал то, что я вам говорю, эта комиссия будет, или не будет только, и она будет думать и решать, что с этим делать. То есть решение еще не принято? Нет, решение не принято. Но можно, да, теоретически можно отказаться. Ну, теоретически, конечно. Да, но не приведет ли это к росту, опять-таки, цен, поскольку вот рапсовое или наоборот снижение? Нет, там рост цен в таком виде не будет, потому что биодобавки, они два раза дороже, чем… Там другие причины, там причины климата, почему? Ну, то есть замещение на увеличение климата, но сейчас, я думаю, что нам нужно ждать решения еврокомиссии. Но вот те производители, скажем, фермеры, которые для топлива выращивают рапс, там, что там, еще какие-то культуры… Пальмовое масло, да. Ну, нет, в Латвии, они смогут вот эту продукцию уже как пищевую продавать потом? Насколько я понимаю, нет такого нацеливания, как для топлива. То есть это отдельные рынки, одни, которые выращивают рапс и продают семена, другие, которые производят масло. Это масло тогда можно использовать в двух видах. На продовольствии, то, что мы покупаем в магазине, нам написано «рапсовое масло» и стоит там 8 евро, 3 евро в литве. Или на топливе, там идет эстерификация, и тогда получается металэстер, и в этом используем топливо. Так что нет, там нет прямого такого, что выращивают для топлива. Нет, такого нет. Хорошо, а что у нас сейчас с ценами на бензин? Какова динамика за последнее время, что можно проследить, и какие вы видите перспективы? Самое высокое было в начале марта, потом было падение из-за того, что биржа успокоилась. Ну, цены мы знаем, то есть бензин евро 80, и динейное топливо где-то евро 80, ближе уже евро 90, так можно сказать. Но пока что с акцизом у нас никаких изменений нет. Пока Министерство финансов ни о чем таком не говорит, что уменьшить акциз, уменьшить НДС, пока такого нет. Но мы можем все увидеть, потому что другие страны Евросоюза это сделали. Я напомню нашим слушателям, О.Р. Корчевский, руководитель Ассоциации торговцев топливом в нашей студии. Вот скажите, пожалуйста, что, если мы возьмем наших соседей, есть ли какая-то единая политика по топливу в странах Балтии, или каждый как бы сам за себя, и получается такая как бы парадоксальная ситуация, учитывая, что наши страны не очень большие, появится ли как выгода, например, заправляться ездить к соседям? Есть выгода, у нас есть разница в ставке акцизного налога, в Литве она 5, и в Эстонии она 5 центов ниже, и в Польше еще ниже. Так что, ну, есть какая, но сейчас никакие такие большие, сейчас никакие большие передвижения все-таки нет между странами. Все-таки мы отходим от ковида, так что пока это не существенно. Большой, по-моему, разницы нет, судя по той сфотке, которую периодически дают. Ну, нет смысла специально готовиться поездки в Литву, чтобы заправиться назад. Нет, такого нет. Хотя, ну, вот как раз-таки, по последним данным, самый дорогой бензин продавался в Таллине, а самый дешевый в Вильнюсе. Мы всегда посередине, это зависит от биодобавков, о резервах и, главное, об ставке акцизного налога. Но общий какой-то вот, ну, вот стан наших правительств в стране Балтии, нет общей какой-то линии согласования между собой вот этих? Я знаю, что не удается, потому что просто это не удается. Всегда исторически самая меньшая ставка это в Польше, потом Литва, потом мы, потом Эстония. Выходит так, что если с севера на юг, то самая большая цена Финляндии, тогда Эстония, мы, ну, и тогда Польше. Ну, кстати, вопрос. После того, как поднялись цены, да, то есть, ну, нереально поднялись высоко на бензин и на дизельное горющее, стали меньше ездить по вашим продажам, что вы можете сказать? Или нет? Или продолжаются? Мы пока не видим полную сводку за март. Еще только в следующем месяце мы точно увидим. Я думаю так, что все-таки март будет как обычный, потому что в начале марта водители, предприятия делали запасы. И из-за того, что каждый день поднималась цена, они думали, что они сэкономят, и первые 10 дней были очень-очень с большим объемом. Так что я думаю, что март будет выделяться тем, что начало большое потребление, в конце марта никакое, и тогда в среднем будет... Ну, это увидим. Это мы увидим в середине следующего месяца, когда увидим сводку полную за март. Потому что была информация, по-моему, ну, это по сравнению с прошлым годом, потребление моторного бензина, газа, дизеля упало на 11%. В каком месяце? Это было вот сообщение буквально несколько дней назад в лете, и я понимаю, что это по сравнению с прошлым годом. Я могу только сказать, что пока нет у меня этих цифр, могу скомментировать только то, что первые два месяца были плюс 3% по сравнению с теми двумя месяцами 2021 года. Пока нет комментариев. Ну, а по опыту, какой можно дать прогноз? Люди, если будут длительно сохраняться высокие цены на горючее, на АЗС, да, то есть то, что в розницу, будут сокращать поездки? Или все-таки от комфорта не захотят, а сказа сможет ущербить чему-то другому? Ну, я думаю, что кошелек все-таки, он имеет какой-то объем, и, может быть, другие потребности будут на первом месте, а такие простые поездки на втором. То есть уже выборочность, да? Да, я думаю, так было всегда, но сейчас, может, это особенно будет, явно видно. То есть общественный транспорт может сыграть свою роль, людям будут пересаживаться на общественные транспорты? Несомненно, несомненно. А вот эти, если брать машины, здесь вот мы знаем, что популярность, ну, все-таки джипов, там, больших машин, которые больше потребляли горючего, их популярность может снизиться, как вы прогнозируете? Ну, наверное, но это надо смотреть тогда статистику по автомобилям. У нас все-таки покупки какие? У нас средняя, я помню такие цифры, у нас средняя покупка автомобиля, которые 8 лет производства. То есть у нас вторичный рынок из Европы. То есть что там дешевое и нам потребляется, то мы покупаем. Так что если будут дешевые джипы, то будем, наше население будет покупать. Но я не думаю, что это очень важно. Я думаю, что каждый по карману будет делать и покупать автомобили. Конечно, покупается и много новых автомобилей, но в целом 8 лет. То есть общая стоимость машины важна, а не экономичность двигателя, в первую очередь. Ну, а если говорить про людей, которые живут на селе, для них ведь, в принципе, машины на дизельном топливе, как самые дешевые, они с одной стороны экологически вредные, но с другой стороны у них просто нет выбора. Вообще наши привычки, если мы имеем детей, нам нужно в сядике, нам нужно на школу, то наша уже, ну, как сказать, рутина наша требует автомобиля. Потому что у нас не сделано так, что в жилом микрорионе есть все, и не надо никуда ехать. И школьный автобус забирает всех детей. Да, да, значит, как раз на селе он забирает, а здесь по Риге-то он не забирает. В одном из интервью Вы сказали, что цены падать на топливо не будут. И это было еще полгода назад. Значит, ну, собственно, так оно и есть, да? Ну, полгода назад я и многое говорил. Я самое главное, что говорил весь прошлый год, только так хорошо, как мы жили в прошлом году, наверное, так хорошо жить не будем. Ну, Вы сказали, что цена будет держаться примерно 100 долларов за баррель. И как долго такое может сохраняться и почему? Не знаю. Этот год будет решающий вообще, куда наше общество будет двигаться. Не знаю. Но спрос есть, да, сейчас на нефть? Да, есть, все есть. Вы же знаете, что первый квартал все-таки наша экономика выросла на 5%, эти цифры известны. Так что все хорошо, кроме того, что очень дорогой газ. И нет никаких прогнозов, что цена может упасть на нефть? Пока нет. Пока нет. Спасибо большое, время на исходе. Ой, спасибо Вам большое за разъяснение. Теперь мы более-менее понимаем, что происходит на рынке топлива. Руководитель Ассоциации торговцев топливом О.Р. Корчевский был с нами сейчас в студии. Спасибо большое. И мы делаем небольшую паузу, после которой продолжим итоговую программу. Спасибо. Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. В апреле позаботимся о бодрости пенсионеров. В евроаптеке на всю продукцию ТЭНа скидки до 30%. А сердечные капли РФФ 2,79. И Волтерен Эмолгиль для облегчения болей суставов 9 евро и 2 цента. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Перед употреблением лекарства внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. Консультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарств. Рекламодатель ООО «Евроаптека». Когда надо прикрутить вешалку? Вдруг хочется пересмотреть старый фильм? Понежиться в ванне? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Полтком. Продолжается наша итоговая программа. Юлия Петрик, Олег Пеков в студии. И с нами на прямой связи по телефону председатель правления Центра образования и консультации в сельском хозяйстве Мартинш Циммерманис. Добрый день, господин Циммерманис. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы поговорим, как мы анонсировали, о том, что происходит на селе и в сельском хозяйстве в целом, какие здесь трудности и как с ними справляются наши фермеры. Да, тема актуальна, потому что сейчас стал вопрос вообще достаточности продовольствия на фоне военного конфликта, кризиса. То есть сейчас есть разговоры, всё чаще и чаще появляются разговоры о том, что какая-то часть населения Земли столкнётся с недостаточностью продовольствия, чуть ли не с голодом. Вот. Что происходит на сегодняшний день у нас в стране? Известно, что мы сами себя можем обеспечить базовыми продуктами питания, но для того, чтобы обеспечить, надо что-то вырастить. Сейчас, видимо, началась пассивная. Расскажите, пожалуйста, как она проходит и всё ли у нас хорошо? Ну, я бы сказал, благополучно проходит. И учитывая, что это выращивает зерно, у нас в основном зимную пшеницу выращиваем где-то 80%. И уже осенью прошлого года уже всё было посеяно. И сейчас видим, что переживневозка прошла нормально. И термеры делают свою работу и занимаются тем, что они должны заниматься. Конечно, мы смотрим, что происходит в мире, в Украине, в России, и как это влияет на цены ресурсов. Это уже реальная тема для нас. Мы видим, как, например, расчёт цен на дизельное топливо для термеров – такой важный ресурс. Или на кормовую культуру, которой мы в Калатане даже до 116% выросли. И это, конечно, нас озабочивает. Мы можем произвести, у нас, можно сказать, не будет недостатка продукта. Если смотреть на рост цен, это будет вопрос, кто будет покупать эти продукты. Да, то есть продукты будут, но вопрос цены, да? Потому что, ну, как бы от этого не убежать. Понимаю, что смеять невозможно, да? Ну, понятно. Вырастить можно, но это должны купить, потому что иначе это бессмысленно. Ну, вот с какими сейчас сложностями сталкиваются наши фермеры? Была информация о том, что есть проблемы с получением удобрений, или будут в будущем проблемы, сейчас они есть, запасы. Там частично введены, я понимаю, санкции в отношении калийной соли, которую Россия поставляла в Европу. То есть вот есть какие-то проблемы на сегодняшний день? Ну, конечно. Мы уже видим, где-то 52% минеральных удобрений мы закупали. В странах СНГ и России мы покупали там 50%. Это если 900 тысяч тонн в общем, это где-то 450 тысяч тонн мы покупали в России. Конечно, все это сейчас закрылось. Нет проблем купить в других странах. Мы сейчас получаем очень такие серьезные предложения, но там что нужно понять, мы сразу должны покупать корабль, который привозит минеральное удобрение в Афии. Это уже, конечно, другие цены. Это требует времени, чтобы передвигаться такие большие объемы. Это, конечно, сейчас нас привозит. И, конечно, рост цен на топливо, который тоже транспорт. Можно сказать, то, что мы рисовали риски насчет зеленого курса, что как когда-нибудь станет такой, может быть, момент, что там транспорт будет совсем дорогим. Можно сказать, за один год все это наступило, и эти фасильные, как газ и дизель. Но нет. Цены возросли настолько, что сейчас мы должны думать, как видите, чтобы все были как бы живые остальные, да. Потому что у кермеров есть отрасли, у которых все будет нормально. Это основное, которое выращивают зерновые, потому что спрос очень большой, и молочный, спрос в моревых рынках, он же очень большой, и там нет проблем продавать. Но вопрос о нашем внутреннем рынке. Какие цены будут на мясо, в конце концов, и на молочные продукты. Там уже сейчас видим 12% инфляции продукции. Сейчас это еще на старые цены в жилье, можно так сказать. Ну, то есть вот эту цену создают все составляющие, и топливо, и удобрения, и корма, и все это, то, что закупается уже по высокой цене, потом закладывается в конечную продукцию, и, соответственно, все это мы видим в магазинах потом уже. Да, это будут ресурсы, за которые мы производим хлеб, молоко, и электроэнергию, все суммит делать очень большие изменения, инфляции продукции, конечно, потому что есть отрасли, как производство свинин, если корма в прошлом году закупали там на 160 до 160 евро, даже меньше было, да, то сейчас мы видим 400 евро. Да, мы понимаем, что мы очень много закупали кукурузу с Украины, да, и очень много шло подсолнечных, и минар тоже шли из Украины, это для нашей отрасли пилот и яйца, да, которые производят. Это все делает, ну, реальные проблемы, откуда получить корма для пицц, для свиней, которые раньше шло из Украины. Нет транспортной логистики, выступленная для войны. Ну, получается, что крупным, да, я, простите, перебила, крупным хозяйствам получается проще, ну, выжить, то есть, как это было всегда, и у них есть более выгодные условия для покупки всех составляющих, то есть, вот вопрос конкуренции, сейчас может так случиться, что кому-то опять придется, ну, перед выбором стать, выжить, выживать, выживать или вообще уходить с рынка? Это как всегда в рынке, если я могу произвести какую-нибудь продукцию, я нет покупателя, я умираю, конечно, но мы видим отрасли как зерновые, да, сейчас спрос, например, я смотрел там цены на биржах, да, рапс уже пошел на тысячу шестьдесят евро, это безумие, можно так сказать. Мы сейчас не понимаем, это влияние на, потому что это будет производство биотопила, или масло сейчас требуется для продовольствия, наше, наше продовольствие, да, там пшеница тоже возросла в четыреста сорок евро на тонн, да, многие фермеры уже не подписали договора с биржами на двести, на двести пятьдесят, они уже тогда думали, это вообще фантастические темы, но то, что сейчас творится, да, это многие, ну, просто, фермеры тоже опасаются, они спрашивают, кто будет это покупать, но тогда опять был звонок, они говорят, вот сейчас не помню это государство, они говорят, у них там продовольственные ресурсы остались на две недели, чтобы хлеб испечь, да, есть государство, которое, у них реальный голод наступит, если через две недели не будет поставки зерновых, которые раньше приезжали из России, и Украины, в Украине каждый месяц пять миллионов тонн зерна продавали в мировых рынках, а сейчас это пыталась становиться, они, у них запас стоит где-то 20 миллионов тонн пшеницы, которые они не могут продавать на те рынки, которые сейчас требуют, просто, чтобы не было галла, ну, не насыпало голоду этих народов, да. Ну, а причина в чем? Это не понимаем, это разница, что может случиться, и в Европе это не будет, это понятно. Не, ну, а причина в чем, почему не могут продать? Из-за военных действий или какие-то другие причины существуют? Портал закрыт, они же через Одессу, через эти большие порта в Украине продавали зерно за границу, и Россия тоже продавала зерно, она очень много продавала зерно, сейчас там запрет продавать зерно во время войны, за эти санкции, просто все останавливается, да. И, конечно, нет других ресурсов, если эти страны где-то 60 миллионов тонн зерна продают в год, то это, понимаете, что это за объем, который не латвий, никто, если наши фермеры там договорят, давай отпустим там зеленый курс, там, дальше будем сеять, но это все равно капля моря насчет те потребности на мировых там, на рынках, которые сейчас требуют, те страны, у которых нет ресурсов, расширить свои подовольствия. Поэтому это, ну, ситуация такая, если фермер, он длинный продавать за границу, потому что там очень хорошие цены, там мы видим сейчас наше молочное производство и так далее, как бы сейчас очень тяжелая ситуация, в основном те, которые работают на внутренних рынках, потому что цены магазинов не растут так быстро, как растут цены на мировых биржах, да. И они сейчас в биржах, можно так сказать, продавать молоко за границу, а наши перерабатывающие заводы говорят, у нас не хватает молока, у нас мы не можем такую цену вам платить, потому что магазины наши, большие Римы, максимум, ну, выгла, это вообще другой расклад, они цены не поднимают так быстро, как вам, фермерам, ну, хотел бы, да. И это делает логичную цепь, эти риски, которые поднимаются. И мы смотрим тоже на внутренний рынок, да, например, закупки наших государственных учреждений, детские садики, школы, больницы, армии и так далее, вот закупкается, где-то 140 миллионов лап, объем, который покупает продукции эти общественные организации, самоуправление. Но там вопрос, сколько процентов наших продуктов, потому что там выигрывают очень большие компании, которые привозят продукты, и не только из наших фермерских хозяйств, они привозят из всего мира, да, и там большой ресурс, мы должны смотреть в этом направлении, этот риск, как бы, анализировать, что больше нашей продукты, наших фермеров, это бывало в этих рынках, местных рынках. И там, если будет какая помощь нужна, там уже должны смотреть наши социальные службы, которые, например, как в школах, ну, евро 40, это уже нереально, там накормить победом наших школ, там уже идет речь о 3-4 евро на пункте. Да, это, конечно, да, странная сумма. Интересно, что, да, можно приготовить на эти деньги. Да, но вот наши молочники, они уже долгое время жалуются, и сейчас они говорят о проблемах в отрасли, и то есть получается, что в основном все молоко уходит на экспорт. Именно необработанная, скажем так, продукция, ну, не готовая. Да, половина уходит, ну, знаешь, там это тоже история очень далекая, можно сказать, длинная уже, и происходит то, что мы прогнозировали 10 лет назад. Наша прорабатывающая отрасль, да, молочная, должна была пройти тоже реформу. И ясно было, что Польша, которая у нас где-то 800 километров, делает огромные инвестиции на эффективность, поднятие эффективности заводов, чтобы работать эффективно и могли бы заплатить нашим фермерам побольше. Там реформу, можно сказать, будет, ну, объединиться, решки молочные заводы, реверс-пенсионные, экс-валны, эролинбоджи, но мы не видим тот рост цен, чтобы наши заводы могли конкурировать с Польшей. Их спасало то, что Польша очень далеко, там, 80 километров, молоко вести, это 90% воды, там, очень дорогой транспорт был. Сейчас Польша подошли ближе, потому что Литва построила тоже новый завод, и они сейчас покупают в Литве, и потом дальше Польша покупает в Литве. И этот прыжок инвестиций им дает такую возможность покупать молоко дороже, потому что у них переработка эффективнее. Где-то на 3-4 цента на литр молока – это огромный день. И это, ну, такая реальность, с которой мы уже предупреждаем, что если не будет реформы этой перерабатывающей отрасли нашей, особенно, которые могут продавать на мировых рынках, это сделают по Литве или Литва. Ну, к сожалению, так и случилось. А что надо для реформы? Что нужно приложить, какие усилия, чтобы произвести эту реформу? С какой стороны кто должен что-то делать? В первую очередь, это должно быть очень тесное сотрудничество с нашим фермером и заводом, или кооперацией делать. Мы все время, как бы, у нас все еще говорят, пусть фермер занимается тем, что он умеет, пусть иди дай свои коровы, мы умеем перерабатывать и продавать. Но не получилось. Эта связка должна быть очень тесной, и должна быть такая ответственность. И я ответственный за фермера, чтобы он прожил, мог получить те деньги и прожить на эти цены, которые я предлагаю. И, конечно, я, как прерабатывающий, должен развивать. Латвия должна продавать за границей молоко. У меня это вариант. Мы очень большой систем, мы продаем молоко. И должен был бы построиться или сделать так, чтобы был один завод, который бы продавал огромные, ну, эти 500-700 молока в день могли продавать на мировых рынках. Ничего такого не произошло. У нас Рижский молочный завод после 2014 года, когда вступил в силу эмбарго с российской стороны, что не может больше молочные продукты продаваться на российских рынках, ну, так и все остановилось там. Потому что этот рынок не делал бизнес-план там продавать. Это, конечно, мы видим дальше магазины, что они творят. Когда Лиду зашел в Латвию, там они воюют с Максимой, они, конечно, там, мы видим, молоко все еще за 39 центов можно Лиду. Но это, конечно, если фермер получает 40-45, только что в Лаустре, и там они получают 51 цент евро за литр, фермер получает. Ну, как это возможно? Магазин продает за 39 центов, да? Это реальная рана там. Нечего сказать, да, другое. И, конечно, эти магазины, которые делают на танке, что на подовольствие, и там вообще наш фермер не при делах. Этот фермер, перерабатывающий заводы магазин, это в Лаустре не работает. У них нет такого, ну, как бы, джентльмен веношина, да, называется. Оглашение, да, джентльменского. Да, они ответственны друг за друга. Вот я как фермер знаю, что ты как чувствуешь себя перерабатывающий завод, как чувствуешь магазин, как чувствуется наш потребитель, там, цепь. Это мы, к сожалению, у нас не получилось сделать, такое нормальное, вот как Польша, или сейчас Чехословакия и другие страны, которые ее называют, это цепь. И мы же, конечно, понимаем, наши люди не будут голодовать, и не будем подавать молоко и все так далее, но вся Европа, то, что ШАН делает, и все, что делает, это была реформа, которую не можно сделать за два месяца, да, но сейчас, в первую очередь, мы должны, сколько возможно, строить короткие цепи, чтобы продавать продукции. Это только что было в Австрии, я вижу, насколько прямо с фермера продают молоко там на местном рынке, там, но и молоко там стоит 70 центов или евро, да, почти, литра. Чтобы не было этих цепочек длинных, да, которые создают на оценку. Да, Европа сейчас очень строго работает на этой короткой цепи, как продавать ближе покупателям, делать все возможное. И тогда это деньги остаются в нашей территории, мы не покупаем импортные продукции, это наш фермер тоже получает добро, и он, как же, проживает, особенно это мясо, которые производят свинину, или яйца, или курина, да, мясо, они должны продавать на местных рынках, но это маленькие, в основном это маленькие, средние хозяйства, да, такие большие, как Тяково, или Балтыково, у них, конечно, это другие объемы, и они очень зависят от того, что происходит за границей. Ну, и совет нашим всем латышам, которые жители Латвии, я советую, в этом году цепить, ну, там искать, если есть огородик, то можно в этом году сделать для Соловейцев только огороды из картошки и так далее, потому что, например, 167% рост цен картошки, да, это огромный, а это основной продукт молоко и картошка для тех, которые покупают в магазинах то, что они могут, а не то, что они хотят. Мясо потом дешево когда-нибудь, да. Это будет проблема, вовсе, конечно, мы понимаем, что вовсе будет проблема, стучок цен еще будет, неизбежно, но как это пережить, это, конечно, будет часть населения, которой зарплаты не будет так быстро расти, это ясно. Да, тема огородов сейчас будет, видимо, очень актуальна. Ведь многие смеялись как раз над своими родителями, что они возятся в огороде, когда все можно купить в магазине. Можно арендовать огород, не покупать и на время, да, есть всякие варианты, это, кстати. Да, сейчас... Да, есть даже такие социальные программы, что есть бетернаты, которые дают семена, там даже земли, которые семьи хотят посадить свой смысл, там, огород сделать, даже возможно, да. Ну вот, кстати, по поводу еще раз зерна, задам вопрос. А если вот хлынет то зерно, которое, может быть, сейчас застопорилось там на территории Украины, нет возможности его на рынке выпустить, это можно ожидать какого-то падения цен, когда станет больше его на рынке? Ну или там на Украине все нормально выпустит? Да, это реальный риск, который мы тоже ждем с отношением, да, потому что сейчас все ресурсы очень дорогие, да. Там Украина все равно, там идет война, но у нас там тоже есть друзья в Украине, к Эрмору, мы видим, с автоматом на сей, зерно. Да, да, был видеоролик, видели. И сглажать, работать там, где возможно. Да. Они работают, они делают, в Эрмору всегда так, он не останавливается, так что там все будет, тоже они будут приглашать продукцию и продавать в границе. Ну, если война продолжится, и в Черной Амуре будет блокадой, как это сейчас происходит, то это будет проблема, ну, для Украины невозможно продавать через порта, но они ищут логистику через Балтийский, порт, Литовский, да, как-то через через Польшу, как горном, это, конечно, дорогая логистика, да. Да, дорожание, да. Но если эти планы попадут на рынок, конечно, это влияет на цены, и тогда они, это будет слить, да, потому что это уже биржевые цены, которые на на рынках, ну, там договора подписаны уже, да, там, это, я тоже о Сапа-7 не иду, вот с Хермером, тогда тоже говорил, они тоже думают, а что будет, если рухнет это, да, вдруг это зерно повалится, как-то и Китай закроет свои границы и не будет покупать. Что будет? Это, мы сейчас видим, что, к сожалению, зерно и некоторый газ, что приходит из России, это используется как хибридное оружие. Я даже читал одно исследование сейчас, ну, такое уже, ну, очень, ну, такое, недавно сделали ливоды, что, к сожалению, но с Россией это бутный ресурс используется как политическое оружие и хибридное оружие все вместе взят, да, и закрывает границу, делает давление и делает, ну, как бы, люди недовольны, если голод, представляете, да, что это, если народ понимается, у нас нет хлеба, да, там уже, ну, это ужас вообще, такие страны, как Африка, там, да, и так далее, да, но это, это, у нас будет 3-го мая, 3-го мая, да, будет конференция, на счет, как раз вот в Министерстве за неделю и будут эксперты, и наши, латровские кооперативы, наши эксперты, работодатели, да, фермеры, будем думать, какие риски мы должны есть, чтобы осенью, у нас все было спокойно, латвии, насчет того, чтобы наши люди были накормлены, и все было беспокоено, наши дети в школах, и все было для них, что нужно, и как подавать за границу, чтобы зарабатывать, все, те отрасли, которые, как свинина, и у них, ну, нужна помощь, чтобы, чтобы наши горожане могли покупать продукции на нормальных отношениях, нормальных ценах, и должны поддержать те отрасли, у которых будет трудность подавать, потому что цены не раскупаны, Да, ну, то есть поддержка отраслей, как было раньше, да, да, обязательно. Спасибо большое, насчет. очень целенаправлено, очень целенаправлено. Прекрасный повод нам еще после 3 мая, наверное, снова встретиться, ну, в эфире поговорить, обсудить уже итоги конференции. Мартинш Циммерманис, председатель правления Центра образования и консультации в сельском хозяйстве, был с нами на прямой связи. Спасибо огромное. Да, тема необъятная, можно говорить, с моим временем. Юлия Петрика, Олег Пик, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.